Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Алифтина Федорова. Алифтина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Алифтина Николаевна, с 23 марта по 14 апреля в республике прошел досрочный этап сдачи единого госэкзамена. Кто в нем принял участие, почему в эти сроки проходил и чем он отличался? Досрочный этап единого госэкзамена проходит у нас не первый раз и в Российской Федерации, и Чувашской Республике. Это не новшество. В досрочном этапе могут участвовать все желающие. Это в основном выпускники прошлых лет, это граждане, которые вернулись осенью из армии, это обучающиеся персональных образовательных организаций, но могут быть и выпускники этого года, которых по решению педагогического совета допустили к экзаменам. Сколько человек в этом году приняли участие? Изначально записались 311 человек, но приняли участие 234 человека. А уже можно подвести предварительные итоги? Как сдали? Как сдали экзамен? К сожалению, 94 человека не прошли пороговый, минимальный порог. Это 23 человека по истории, есть и по математике, общество знания, химия, биология. Вот такой результат. Но это, наверное, выпускники прошлых лет. Да, это все выпускники прошлых лет. Но в то же время, надо отметить, 21 человек набрали 80 и более баллов. И такие выпускники у нас. Как он прошел экзамен? Были нарушения? Были ли замечания со стороны наблюдателей? Нарушения были. Хотя, конечно, с выпускниками ведут очень большую работу по повышению правовой культуры. Им объясняют, что нельзя пользоваться шпаргалками, телефонами. Два случая нарушения были, их удалили с экзамена. Ну, это, наверное, те люди, которые сейчас не в курсе, что нельзя пользоваться шпаргалками и телефонами. Ну, уже утюг, наверное, говорит о том, что нельзя проносить телефоны, нельзя писать шпаргалки, все равно обнаружат. Наверное, надеялись, что будет возможно. Хотя мы прекрасно знаем, что есть видеонаблюдение, есть наблюдатели, которые присутствуют в пунктах сдачи экзамена. Пропускали выпускников с помощью металлоискателя. Но вот такие выпускники нашлись. Решили попробовать по старинке свои знания. Экзамен в этом году проходил по новой технологии. И какие вот новшества в этом году? Новшества. Таких вот больших изменений, конечно, не было. С прошлого года досрочный этап экзамена сдается по новой технологии. Что это такое? Контрольно-измерительные материалы, как мы говорим, ким распечатывались в самих кабинетах. Дети видели, как распечатываются эти задания, они получали на руки. А потом их сканировали в тех же штабах. Если раньше были у нас представители, которые привозили их в пункты сдачи экзамена, то в этом году этого не было. Получали их в самих пунктах, там же распечатывали. Кроме того, небольшие изменения были в контрольно-измерительных материалах по химии, биологии и физике. По этим предметам убрали тестовые задания. И предмет биологии сдавали на 30 минут дольше. Вообще говорят, что сейчас единый госэкзамен, он только так называется. И изменяются задания, убираются так называемые угадайки. Все больше на размышления, на рассуждения, а не просто поставив галочку в нужном пункте, в нужной табличке. В этом году как будет проходить основной этап экзамена? Может быть, какие-то изменения? Опять что-то придумали, чтобы наши выпускники беспокоились больше, чем раньше? Основной этап у нас начинается 29 мая. Зарегистрировалось большое количество людей. Это, конечно, заканчивают дети у нас 11 класс. Это 6184 человека. То же самое, что было на досрочном этапе, будет во время основного этапа. Выпускники будут проходить через металлоискатели. Им также запрещается заносить и телефоны, и шпаргалки. Подготовленные из студентов наших вузов наблюдатели. Также будет видеонаблюдение. Можно будет смотреть, как проходит этап экзамена. И также строк, как и было ранее. А у нас предметы обязательные и необязательные не изменились? Как сейчас? Нет. Математика и русский язык – это обязательные предметы для получения аттестата. Те, кто хотят поступить в высшее образовательное учреждение, они сдают дополнительные экзамены. Если посмотреть экзамены, самое большое количество выпускников у нас выбирает общество знаний. Это примерно 58%. Дальше – это физика, история, химия, биология. Спасибо большое, Ольга Николаевна, что рассказали о досрочном этапе единого госэкзамена. Думаю, что с основным этапом министерство справится. И Чувашия не будет звучать в качестве региона, где были замечены нарушения. Я надеюсь, с детьми проводят сейчас очень большую работу. Те ученики, которые ходят на консультации к учителям, дома читают, готовятся, они сдадут хороший экзамен. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли, ответили на наше вопрос. А я напомню, что сегодня у нас в студии была заместитель министра образования и молодежной политики Алифтина Федорова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова